В календаре событий 7 мая день радио. Именно в этот день, в 1895 году, русский физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил сеанс радиосвязи. В тесном кругу работники этой сферы собрались сегодня поздравить друг с друга с праздником. Чествовали самых лучших радищиков. В нашей повседневной жизни уже давно есть и телевидение, и интернет. Радио, казалось бы, должно было уйти на второй план, но наравне с развитием телевещания радио обрело новую жизнь. Здесь собрались все те, кто не просто слушает, соединяет, открывает, продолжает. Это люди, которые делают это профессионально. Это самое важное. Сегодня технологии и связь являются неотъемлемой частью нашей жизни. Но в свое время его появление озаменовало настоящий прорыв в сфере технологического развития. Безусловно, запуск национального радио в республике – это значимое событие. Во-первых, уже только потому, что до этого момента не было ни одной радиостанции подобного формата с объективным и полным освещением событий на чувашском языке. Во-вторых, программы «Нацрадио» разворачивают широкую диалоговую площадку, на которой встречаются мнения как простых жителей, так и представителей разных структур и ведомств по самым разнообразным темам. Потому радийщикам особенно приятно стоять у истоков большого информационного процесса, который набирает обороты из года в год. Сегодняшний день ничем не отличается от других, так как работая на радио, себя ощущаешь, каждый сотрудник национального радио себя ощущает как будто на празднике. Если душу вкладываешь, если свою силу вкладываешь в любимое дело, мне кажется, более прекрасного на свете ничего нет. Ну, это ощущается у нас на радио. В сетке вещания прямые включения, вестийные программы, которые насыщены сообщениями о событиях практически текущего часа, с комментариями специалистов, аналитиков, экспертов. Это новое радио. Личные поздравления от министра информполитики республики в адрес сотрудников, которые делают жизнь жителей полной и интересной, приятно слышать в этот день, как никогда. Поздравляю еще раз. Мне это приятно сделать. Уже здесь, в стенах родного радио, коллектива. И, в общем, я вас поздравляю. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Спасибо. На национальном радио есть много интересных программ и еще больше задумок, которые собираются воплощать в жизнь. Ведь национальное радио в эти дни отметило 4 года. Все только начинается. И нашим коллегам еще многое предстоит сделать. Данифа Тагерова, Николай Яковлев, Андрей Шоклев, Республика.